Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Киевский. Не так давно российская полиция отметила 300-летие со дня своего основания. И о том, в каком состоянии сейчас находится полиция нашего города. Мы поговорим с начальником управления внутренних дел по Череповцу Владимиру Николаевичу Иванову. Владимир Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Ну, все мы привыкли, что полиция, милиция, полиция отмечают день своего рождения или праздник свой, точнее праздник свой, да, 10 ноября. А вот что это за дата 300-летия, которая появилась, которая сейчас столько внимания? Ну, это день образования полиции, когда в Российской империи была создана служба полиции. И вот в этом году ей исполняется 300 лет, и поэтому мы ее празднуем. Ну, вот к такой серьезной дате 300-летию с какими успехами подошла Череповецкая полиция и вообще полиция области? И как вообще Череповецкая полиция выглядит на уровне областной? Ну, если брать цифры, то у нас есть определенные достижения. Значит, по итогам пяти месяцев у нас снижается преступность практически по всем видам. Общее снижение преступности на 12%, снижение также краж, грабежей, убийств на уровне прошлого года, преступлений на улицах, совершенных в общественных местах. Повысилась раскрываемость преступления также по всем основным видам. К уголовной ответственности привлечено, несмотря на то, что на снижение преступности у нас практически тоже количество людей, чем было в прошлом году. Ну и раскрываемость преступлений также увеличилась на 3,5%. Ну, это вы работать стали лучше или преступлений стало меньше? Мы стали лучше работать. Это отлично. И поэтому 300-летие полиции, как оно прошло в Череповце? Были, приурачивали? Многие жители города, наверное, были на празднике, который был организован 29 апреля, где сотрудники не только полиции, но и всех других силовых ведомств показали свою выучку. Значит, в показательных выступлениях участвовали сотрудники Росгвардии, МЧС. Были организованы спортивные соревнования, была приглашена пилотажная группа «Каскад» сотрудников УВД города Москвы, которая показала, как можно управлять мотоциклом, автомобилем, какие на них можно выполнять трюки. Ну, все-таки, возвращаясь к первому вопросу, я бы допустил, ругают Череповецкую полицию в областном управлении, хвалят, ставят в пример, вот как вы выглядите на фоне области? Ну, если брать по итогам прошлого года, то мы в трех номинациях УВД города нашего заняла первые места за оперативно-служебную деятельность, за профессиональную и физическую подготовку и второе место по работе ветеранской организации. Так что нас иногда хвалят, иногда ругают. Да, без этого, конечно, невозможно. А как сейчас с сотрудниками у вас обстоят дела? Потому что, ну, часто мы говорим о том, что, ну, не хватает полицейских. Ну, и рабочий некомплект, он всегда сохраняется, и мы постепенно его сокращаем. Значит, вот сейчас начинает возвращаться из армии военнослужащие, идут, обращаются, активно обращаются к нам. Значит, у нас на будущее уже работают, или как сказать, проводят созданные классы с милицейским направлением в 28-й школе. Вот с этого года мы добились того, что будут детей брать в кадетские классы, это с 5-го класса. Сейчас в городе Вологде прорабатывается вопрос о открытии специализированных заведений, где будут готовить кинологов после 9-го класса. То есть работа, она неоперерывно идет, и качественный состав сотрудников полиции постоянно улучшается. Ну, вот раньше именно в Вологде готовили, так называемая школа милиции была. Сейчас сотрудники откуда к вам приходят, где учатся? Ну, у нас порядка, более 11 учебных заведений по стране, куда мы направляем своих сотрудников, начиная от Белгорода, Орла и кончая Санкт-Петербургом, Москвой, Нижний Новгород, 11 учебных заведений. Да, все-таки возвращаться к кадетским классам, как вы считаете, вот именно такое взращивание с 5-го класса и формируя образ достойного сотрудника, это увеличит число 11-классников, которые скажут, да, я пойду вот в эти 11 высших учебных заведений. Вот если брать статистику по этому году, то из 29 выпускников, вот специализированного класса 21-й школы, 22 человека изъявили желание продолжать службу или поступать в наше высшее учебное заведение. То есть это хороший процент, и мы надеемся, что вот с развитием вот кадетских классов, количество людей, желающих служить в полиции, оно будет увеличиваться, те более, если вот сейчас поднимут пенсионный возраст, у нас все-таки сохраняются льготы, 20 лет человек отработал, и он имеет право уже на пенсию. Ну все-таки возвращаясь к тем молодым людям, которые после армии приходят к вам, многим отказываете или берете всех подряд, кто изъявляет желание? Значит, во-первых, мы смотрим на анкетные данные. Значит, если он не привлекался к уголовной ответственности, привлекался к административной, за незначительные нарушения, его состояние здоровья подходит, и мы практически принимаем, даем направление ему на медицинскую комиссию, и все затем уже зависит от состояния здоровья, проходя и ждение разных тестов. А если человек изъявил желание просто, вот без армии, вы возьмете такого человека? Без армии мы не берем, только через высшее учебное заведение. То есть если случилось так, что армию не годен, и в полицию получается не годен человек? И в полицию не годен. Вам активно помогает народная дружина. Расскажите о вот этом направлении в нашем городе, и как вы сотрудничаете с ними? Большое спасибо, я хочу сказать, руководству города, которое оказывает нам большую помощь в работе с народными дружинами. И у нас на настоящее время работает 338 дружинников в 27 организациях, которые оказывают нам большую помощь. Значит, мы патрулируем с ними улицы, значит, приходится выделять меньшее количество сотрудников полиции. Значит, они нам оказывают помощь в различных еще профилактических мероприятиях. При проведении общественных мероприятий мы выставляем их в выцепление. Есть ряд еще других направлений. Плюс я хочу также сказать большое спасибо руководству отряда волонтеров, который возглавляет член общественного совета УВД города Анна Концевая, которые также оказывают нам большую помощь в поиске пропавших людей, в бедесе пропавших людей. Вот недавно был случай, где волонтеры совместно с сотрудниками полиции, родственниками потерявшегося мужчины прошли более 10 километров ночью по лесу. И в итоге человек был найден. Вообще, вот вы часто обращаетесь в средства массовой информации с просьбой рассказать о том, что он пропал человек, ориентировки показываете. Насколько это действенная мера и насколько граждане вам звонят и говорят, да, вот мы видели, да. Мне кажется, что такой поток людей каждый день проходит мимо человека, что вряд ли он запомнит вот этого конкретного, тем более там может быть нарисовано. Нет, граждане очень активно откликаются на наши просьбы, особенно это касается, когда пропадают дети. Вот на прошлой неделе был случай, женщина позвонила, что вот идет мужчина-инвалид по улице. Оказалось, вот мы дали ориентировку, и он шел мимо нее, она позвонила, и вот мужчину нашли пропавшего инвалида. То есть, да, то есть такие, такие... Неравнодушно относятся, так можно сказать. А звонят ли вот просто без ориентировки? Звонят и говорят, вот я тут вижу, что совершаются преступные деяния, допустим. Тоже таких звонков очень много, от пяти до десяти звонков. Звонят граждане, что вот... В день? В день, да, может иногда больше. Что вот там-то стоит подозрительная машина, там-то в машине сидят подозрительные люди, там-то подозрительный мужчина, там-то водитель вложенного состояния, алкогольного опьянения. И очень большую помощь оказывают. И вы обязательно реагируете? Конечно. Ну а вот звонки о ложных минированиях. Насколько приходится часто их слышать? И понимаете, вот опять-таки статистика показывает, что, ну, там, детский голос говорит о минировании, там, пьяный голос о минировании. Это же большое количество служб выезжает туда. Это обязательно выезжать? Или можно сразу понять по звонку, что это? Нет, мы по всем нашим нормативным документам, мы обязаны выезжать на все эти звонки, проводить эвакуацию, отцепление. Приезжает группа разминирования, значит, обследуют территорию местности или помещения, где находится предмет. Ну и затем, когда устанавливаем человека, который звонил, значит, органы внутренних дел предъявляют ее иск к возмещению материального ущеда. Ну там сейчас и наказание же за... Ну, если подпадает под статью уголовного кодекса, то возбуждается уголовное дело. Если по каким-то признакам не подпадает, вот как было сейчас, когда гражданин позвонил и сказал, что он заминировал территорию детского дома, там уголовное дело не возбудили, но ему будет предъявлено. За то, что за этот звонок. Все-таки возвращаясь к народной дружине. Кто идет в эти народные дружинники? И есть ли у них какие-то льготы или преференции? Ну, льготы у них есть. В основном это отгулы, оплата им отплачивают предприятия. Ну, не от имени, от которых эти народные дружинники работают. Плюс защита сейчас по закону. Ну, у них вот рабочий день-то какой? Ну, они работают в зависимости от того, от составленного графика по 5-6 часов, иногда чуть больше. Это вечернее время? А в любое время. В любое время, да? Массовые мероприятия у нас проводятся в основном в дневное время. Патрулиния парков, скверов, берегов, реки проводятся в основном в вечернее время. Ну, составляется график в зависимости от оперативной обстановки в городе, когда выгоднее. Ну, это вам большой подспорь вообще? Да, очень большой подспорь. Если все-таки опять возвращаться к подведению итогов, и праздник это же не только повод сказать, какие мы молодцы, но и поставить планы на будущее. Что сейчас вы считаете достижением Череповецкой полиции, и над чем надо поработать? Ну, я большим достижением Череповецкой полиции, что у нас продолжает оставаться сформированный костяк из руководства сотрудников ОВД города, значит, из личного состава. В таких, ну, в основных подразделениях, это уголовное следствие, дознание, патрульно-постовая служба ГИБДД. Значит, руководители в данных подразделениях работают уже по несколько лет, там, по 5-9 лет, есть некоторые 10 лет работают. Мы стараемся снизить текучесть кадров, вот о чем говорит, что вот недавно построили дом, издали его 100 квартир. С мэрией города согласовано с выделением участка из строительства еще одного дома. Надеемся, что года через 3-4 еще больше 100 сотрудников едут в этот дом. Разные льготы. Над чем поработать надо? Вот, чтобы продолжать сохранять костяк сотрудников органов, внутренних дел, и всего самого-самого хорошего. На пожелания мы еще перейдем, да, тем более у вас прекрасная возможность поздравить сотрудников будет. Может, не все сказали вы в 300-летии полиции. Все-таки скажите, вот как вы считаете, сейчас профессия полицейского в Череповце – это престижное занятие по материальному обеспечению, по уважению граждан к профессии, или все-таки надо еще формировать у горожан, так скажем, чувство уважения сотрудника в форме? Ну, если брать последние проведенные соцопросы, вот по сравнению с прошлым годом, там оценивается по трем критериям, и практически по всем критериям Череповецкая полиция по отношению граждан к полиции прибавила там от 5 до 10%. То есть доверие граждан растет, граждане все больше довольны работой полиции, все чаще обращаются в полицию, и мы этому только рады. Ну и, соответственно, и престиж профессии, потому что, ну, да, вот у вас очередь-то есть из тех, кто желает, это хорошо. Ну и все-таки то, о чем мы говорили, 300-летие полиции, я думаю, что всегда считался день полиции, и праздник полиции – это всенародным праздником. И до 10 ноября у нас еще далеко. У вас есть возможность поздравить и сотрудников органов внутренних дел, и горожан. Я хочу поздравить всех действующих сотрудников полиции с праздником, пожелать вам прежде всего самое главное – здоровья, успехов личной и семейной жизни, чтобы все мы возвращались из служебных командировок различных на Северный Кавказ. Вот сейчас группа уехала в Санкт-Петербург, в том же составе, в котором мы уезжали. Надеюсь, что нам будут предоставляться еще более значимые социальные льготы. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я, со своей стороны, тоже поздравляю вас с 300-летием полиции. Дата серьезная, ответственно серьезная, такой большой пласт за плечами работы всех сотрудников, и милиции, и когда-то там полицейских. Поэтому вам только успехов, и приходите к нам рассказывать о том, как чувствует себя Череповецкая полиция. Хорошо, спасибо. О 300-летии полиции, о работе Череповецкой полиции мы говорили с начальником управления Министерства внутренних дел по Череповцу Владимиром Ивановым. Это была программа «Перекресток». Увидимся.